Политическое урегулирование в Сирии возможно и необходимо, причем альтернативы ему нет, уверена в Москве. Сегодня на встрече с сирийским коллегой министр иностранных дел России подчеркнул, что педалируемая США ситуация с химоружием под Дамаском была срежиссирована. Госсекретарь Джон Керри, находясь в Лондоне, объявил, что военной интервенции можно избежать в случае передачи сирийского химического оружия под международный контроль. Сирийский лидер отреагировал положительно. Вашингтон и Дамаск тем временем обмениваются медийными ударами. Обама не скупится на интервью, таковых прозвучало уже шесть. Сирийский лидер Башар Асад дал интервью американскому каналу CBS, в котором предупредил США о непредсказуемых последствиях удара. Дамаск и Москва, Лондон и Вашингтон. Сегодня из этих столиц звучат ключевые позиции по сирийской проблеме и обостряющейся дипломатической битве. Впрочем, США продолжают пугать мир перспективой далеко не дипломатических действий. Голосовать по вопросу телового вмешательства готовится американский Сенат 11 сентября, затем Палата представителей. Учитывая, что мнения конгрессменов серьезно разделились, президент Обама взялся лично агитировать политиков за интервенцию Сирии на закрытых встречах. Лос-Анджелес Таймс со ссылкой на военные источники рассказала о конкретном плане массированных ракетных ударов по сирийским объектам в течение 72 часов. Белый дом требует от Пентагона расширить список целей. Главная зацепка воинствующего демократа Обамы – химатака 21 августа, якобы совершенная войсками Асада. В срежиссированности данного материала заинтересованными врагами Дамаска практически нет сомнений. О том, что Асад не причастен к этой постановке, донесла и немецкая разведка. Но сфабрикованные аргументы США и ранее не останавливали. Мы сегодня проводили здесь, в Москве, переговоры с министром иностранных дел на Сирии Валидом Муалемом. И уже после их завершения пришло известие о том, что Джон Керри сделал заявление, согласно которому ударов по Сирии можно избежать, если Дамаск передаст все химическое оружие международному сообществу. Если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском. Мы против войны в Сирии. Мы не желаем быть живым щитом и жертвами их бомбежек. Нам хватит кровопролития. А как насчет утверждения, что ваш президент Асад использовал химическое оружие? Это невозможно. И для чего ему это? С какой целью ему применять химоружие? Мы живем здесь, в Сирии. Где доказательства? Они говорят, что в воздухе в тот день был Зарин. Если бы он был, я бы определенно почувствовала. Официальный Дамаск отрицает, что применял такое оружие и заявляет о готовности дать отпор потенциальным агрессорам. Обама не брезгует как ложными обвинениями в молчании сирийской стороны, так и крайними угрозами. Мол, попадет химоружие в руки террористов и направят они его против нас. При этом его же администрация не скупится на финансирование оппонентов законной сирийской власти, в том числе в плоскости вооружений. Вы можете ожидать чего угодно и не обязательно от правительства. Есть разные стороны, есть разные группировки, разные диалоги. В этом регионе сейчас есть все. Если страны Запада нанесут военный удар по Сирии, это нарушит баланс сил в стране. А наши сторонники, скорее всего, не оставят эти действия без ответа. Будет только хуже. Без одобрения войны. Акции протеста не прекращаются в Вашингтоне и Нью-Йорке. Либералы запустили в телеэфир ролик, призывающий Конгресс к разуму. Как показывают опросы, более половины американцев против новой войны. Свыше пяти часов молились за мир вокруг Сирии более сотни тысяч верующих в Ватикане. Прошу Бога, чтобы христиане и наши братья и сестры других вероисповеданий, а также каждый добрый человек с силой прокричали. Насилие и война никогда не ведут к миру. Война всегда означает неспособность жить в мире. Это всегда поражение для человечества. Елизавета Казакова, Татьяна Волкова, агентство теленовостей.